Сегодня я разыгрываю 292 рубля на киви кошелек и ваша задача набрать всего лишь 300 комментариев к этому видео. Ну а результаты конкурса я как всегда проведу в своей группе вконтакте в прямом эфире, так что обмануть у меня точно никого не получится. Ну впрочем как и всегда. Привет ребята, мы на топ скине, с вами как всегда Эббох и у нас 3952 рубля на балансе. У нас есть новый промокодик, я в принципе каждое видео делаю новый, чтобы вы не успевали их юзать и чтобы было всегда новых пачечка промокодиков. Миллион у нас промокодик, зумя L, ссылочка в описании в закрепленном комментарии. Кстати говоря на топ скине сейчас поменялся домен, теперь там .co, не знаю как по-английски правильно. В общем-то заглядывай в описании и в закрепленный комментарий и проверяй, правильная ли у тебя ссылка на топ скин, возможно ты уже что-то упустил. У нас 3900, как я и повторял ранее, нужно что-то срочно делать, предпринимать и надо выбрать кейс. Недолго думая, мне кажется, что кейс ковбой будет идеальным решением данной проблемы сегодня. Кому-то выпадает дикое пламя с кейса за 249 рублей, ну а нам с вами в свою очередь выпадает неоновый гонщик. Но он вроде бы тоже стоит неплохих денег, давайте посмотрим. 570 рублей, ну не так уж и плохо, знаете, в два раза меньше, но не стоит себя утешать, потому что баланс все так же движется к нулю, поэтому нужно сейчас срочно каким-то образом камбетчить и выпадает АК-47 вулкан, ребята, красный, тайного качества за 1900 рублей. Вот это уже больше меня радует, к сожалению, я сейчас просплерил, что там упало, нам опять выполнен новый гонщик, ребят, так что сори, опять спойлер. Смотри, я угадал, я ванга, но нет, слушайте, я думаю, с кейса ковбой на сегодня хватит, 605 рублей, у нас остается 955 рублей на балансе, можно попробовать открыть тайное, блин, давай что-нибудь интересное сегодня выдай, потому что в моей речи нету слова минус. Сегодня я не произношу, мы уходим в минус, только в плюс, ребята, наша цель это плюс, никак иначе. 766 рублей, еще один раз, 720, ну давай третий раз, вот третий раз посерьезней, ну а четвертый, так, ладно, в ноль, пятый, чуть-чуть плюсы, шестой, чуть-чуть минусы и восьмой, седьмой, девятый, а вот это уже хорошо, вот это то, что нужно, вот это то, что я сегодня ловил и то, зачем мы все с вами, собственно говоря, здесь собрались. Давайте из вот этих двух неоновых гонщиков попытаемся сделать мини-контрактик, откроя запрещенное и засунув три предмета в контракт обмена. Офигеть, не долетает немножечко до пламени, но древесная гадюка это, в принципе, тоже очень неплохо, и в итоге три скина примерно по 600 рублей каждый отправляется в контрактик, пишем плюсик, мой счастливый плюсик, напоминаю, и 1800 рублей превращается в 500, ну не люблю я контракт на топ-скине, ну вот вынужден вам признаться, что мы сейчас делаем откровенно безумный шаг и он стоит нам 5000 рублей. Нужно выбрать цель, нужно выбрать жертву, что мы сейчас будем открывать. Слушай, ну сразу в голову бросается вот этот легендарный топовый кейсик, гладиатор. Его постоянно обновляют, я раньше думал, что его уберут и жутко пугался, и когда он еще недоступен был, но его, думаю, уже не уберут, он стал, собственно говоря, очень-очень любимым у всех пользователей, и это немножечко не штыкнож М9, враненая сталь, но тоже очень прекрасный скин. Блин, 3700 стоит он на сайте, и это круто, это круто. Давай еще что-нибудь подобное. Так, ну выпадает Мак-10, Градиент, конечно, конечно, после такого крутого скина вряд ли что-то интересное еще будет падать, но 2600 рублей, а 300 рублей, да? Вот это все, вот этот калаш, это был точкой, да? То есть надо было уходить после него, а кто же знает, вот так. Вот это вот я вот просто не ожидал. 2200, отлично, 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 но у нас пока что баланс в нуле держится, и даже еще деглец какой-то прикольный выпал. Слушай, ну тут надо уже подумать, наверное, сейчас деньги мы просрем, хотя я не знаю, запрещенка что-то пошла наваливать, смотри. Каждый кейс стабильно небольшой плюс, охрененно. Вот это сейчас большой плюс был. Слушай, а может быть нам запрещеночка поможет сегодня купиться каким-то образом, или нет, или все-таки так не работает, хотя вроде работает, смотри. Ну, давайте на минуточку вспомним, что мы сейчас в плюсе находимся. У нас два скина в инвенте на забрать, так скажем, и они все нас в плюсы уводят. Плюс еще мы пятеру сейчас вернули на запрещенном. Какой-то космический сегодня кейс, вся лента фиолетовая. Десять тысяч! А что такое? Что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, господи помилуй. Так, а вот это вот мы оставим. А вот это вот мы очень даже оставим сегодня. Это что? Воу-воу-воу, запрещенное. Спасибо, боже. Блин, какое-то просто чудо произошло. О, господи, топ скин. Я не верю. Я в это реально не верю. Что нам выпало? Восемь с половиной тысяч рублей. Но это явно нельзя просирать, это точно нужно забирать. Ребят, охренеть. А почему? Когда и с каких пор падение кара начало стоить восемь с половиной тысяч рублей? Что я упустил? Как долго я спал, ребята? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что произошло. Почему этот скин стоит настолько больших денег? Мне реально это интересно. Так, ну, по сути, у нас есть два скина на вывод, как я понимаю. И бизнес-класс, вот он не окупает данное открытие, конечно. Ну, давайте на 900 рублей попробуем что-то открыть. В принципе, баланс даже еще есть. Что-то подрюкать, что-то посмотреть. Первый. Второй. Ну, и третий добивочный минус. Хорошо. Точно уже говорит о том, что не нужно его открывать. Вот этот кейс мы не можем открыть. Давайте откроем два кейса, одна бонусы. А вдруг что-то выпадет. Мне максимально отсюда выпадал скоростной зверь. Напишите, что вам выпадало, когда вы доходили до кейса Капитан Прайс с бонусов, которые доходят. Ну, так, модули, квадрант. Ну, 150 рублей плюсом еще никому не вредили. А вот засекреченное можно попробовать дернуть. Ну, смотри, ребят, мы сегодня в два с половиной раза ушли в плюсик. Топ-скин нам сегодня выдал, нас порадовал. Давненько я вот здесь так легко в плюсик не уходил. Но это, в принципе, хорошо. Хорошая новость. Так, хрусталек 300 рублей. Оп, 140 рублей. Ладно. Видимо, на этом, ребята, шансы топ-скина ограничиваются, что мы уже выбили свой плюс. И сайт, откровенно говоря, намекает нам, что пора валить. Либо мы сейчас это продаем, и что более всего, вероятно, уходим в минус, либо все это забираем. Но вот забрать будет как раз-таки поинтереснее. И давайте сегодня, наверное, даже зайдем в кейс-ку, посмотрим, что и как эти скины из себя представляют. Я думаю, мы с вами давно не заходили в кейс-очку, и вам будет интересно. Посмотреть, как они выглядят в бою, так скажем. Да и плюс, вы все думаете, что я забрать там не могу, что там сотрудничество с админами и все такое. Но сейчас заберем, как всегда, я покажу вам инвенция одно. Типа вот с каждого ролика прошлого можете сравнить, что как. Давай, нажимаем вывести. Наверное, у нас даже три скина. Давай, раз, два, три. Смотрите, и суммарно у нас 8, 9, 10, 11, 15 тысяч рублей. С пяти, с четырех даже. Мы в огромном плюсе, ребят. Промокодик в описании. Но давайте дождемся эти предметы, и уже перейдем в CSGO. Буквально за пять минут нам пришло вот эти три замечательных скина, и я давненько не заходил в CSGO. Я думаю, всем вам очень интересно будет посмотреть на них. Включил максимальные настроечки, и давайте посмотрим. Кровавый спорт. Падение Икара и АВП распространение. А теперь в игру заходим. Давайте, смотрите, падение Икара. Чистейший, чистейший просто скин. 8500, качество прямо завода. Давайте я его поменяю, буду с ним играть. Вот, кстати, мой инвентарь в целом. Ребят, можете глянуть, посмотреть. АВП распространение с четырьмя вот такими вот прекраснейшими наклеечками. Блин, она тоже очень дорого стоит и очень неплохо выглядит. И, конечно же, неизменный кровавый спорт за 3800. Прямо поношенный вот у нас калаш. Как вот можно этот скин поношенным назвать? Он идеален, господи. В общем-то так. Если вам понравился ролик, подписывайтесь на канал, участвуйте в конкурсе, набирайте комментарии. Я буду раздавать больше денег и буду проводить больше конкурсов. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. У микрофона был Бог. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok